Всем привет! Я дома уже около недели после выписки из больницы. В первую очередь хочу вам сказать огромное спасибо за слова поддержки, за ваши переживания. Мне действительно было очень приятно читать. И часто нам пишут, почему вас так мало смотрят. В такие моменты, понимаешь, что пусть будет смотреть наш канал не так много людей, но это будут действительно наши люди, которые поддержат как словом, так зачастую и делом. В видео из больницы я рассказала про ситуацию с питанием, что я в Барнауле, и близких родственников у нас нет там, есть только моя близкая одна подруга, но тоже бесконечно я её не могла просить, чтобы она мне передавала там каждый день передачки. Еда, которая была в больнице, иной раз просто не получалось. Ты понимаешь, что тебе нужно кушать, но ты не можешь просто проглотить это. И зрительница Ольга, которая живёт в Барнауле, я так поняла, не так далеко от больницы, в которой я лежала, предложила собрать мне передачку. Я не отказалась, потому что действительно нуждалась в этом. Спасибо огромное! Вы меня действительно выручили. Много было очень вопросов, где вы это подцепили. Ну, понимаете, если бы мы жили в тайге и вообще бы никуда не выезжали, просто с семьёй и никаких не было бы контактов, ну да, было бы удивительно. Так мы также достаточно часто ездим в город, в районный центр, ходим в магазин. К нам в деревню приезжают тоже из города, особенно летом, знакомые. И вообще просто в деревню к другим людям приезжают родственники, друзья. Соответственно, мы общаемся с деревенскими. И ну это вообще не проблема. До этого я проходила комиссию, потому что у меня закончились права. Я так их и не получила, они у меня уже лежат готовы, потому что попала в больницу. И те же магазины мы ездим в БИСК, там та же лента, светофоры, автозапчасти. Поэтому, ну, абсолютно не проблема подцепить болезнь. Ну, плюс у нас заболела сестра и заболел Сашин двоюродный брат, который приехал из севера. И с сестрой мы общались ещё, когда у неё не было симптомов, как только она почувствовала недомогание, она сказала, ну, как бы не приходите, потому что я не знаю, чем болею. Ну, в итоге она попала в больницу с 25%, 25% поражения лёгких, но у неё было очень сильное осложнение. Её выписали с кучей лекарства, она купила на большую сумму, и осложнение на сердце дал ковид. И ну, как бы ещё тоже не очень хорошо себя чувствует. Брат к нам приходил, когда у него уже была температура, как выяснилось, и он попал спить юди с её поражением процентами. Ну, соответственно, как бы мы потом, сначала я, потом Саша. Села у меня батарейка, поэтому снимаю на следующий день. Получается, как только у меня поднялась температура, детей мы отправили бабушке. Правильно это было решение или нет, я не знаю. Но, в принципе, мы до этого очень плотно общались и с Сашиной мамой, и с Сашиным папой, потому что и Синокос как раз был, где обедали в основном, а не там у родителей, потому что там ближе. И племянники как раз гостили, соответственно, они или у нас вместе дети, или у бабушки. Ну, соответственно, как бы все, в общем, все общались. И если, в принципе, заразиться, уже заразились бы все, я так думаю. Просто кто-то, может быть, в скрытой форме переболел. Ну, и я просто не в состоянии была вообще ухаживать за детьми. Мне тяжело-то было себе сходить с такан воды налить. Поэтому дети были у бабушки, спрашивали, заболела ли она. Получается, я попала в больницу. У Вани началась температура, причем и кашель был, и температура была не один день. Ему прописали антибиотики. Ване чуть-чуть стало легче. И заболела бабушка, тоже пила антибиотики она. И у Даши поднялась температура один раз. Очень высокая, по-моему, 39 с лишним. Ей тоже давали лекарства. Ну, больше не поднималась, ни кашля, ничего такого не было. У Кати не было никаких проявлений. Но вот когда я приехала, у нее першило в горле. Не знаю, с чем это связано. Но у нас у всех вообще начинал... Первый признак это першение в горле было. Еще по поводу вообще нашего окружения, вот родственников, с кем общались, я начала анализировать и поняла, что те, кто не заболел, либо переболел очень-очень легко, все были курящие. Мне очень интересно, вообще связано ли курение и заражение ковидом. Я слышала такое, что ковид не любят курящие легкие. Не знаю, правда это или нет. Нас много, много уже, кто переболел, у кого переболели семьи. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши наблюдения по этому моменту. Действительно ли, допустим, вот семья переболела и болели тяжелее те, кто не курил. Очень интересно. Спрашивали, как справлялись, когда болели с хозяйством, с делами. Саша на три дня позже меня заболел. Когда мы вместе ездили на КТ, поражения легких у него не было. У меня показало 50%. И он лечился дома, пил прописанные лекарства. По поводу хозяйства. Животные у нас пасутся. То есть мы весной отдали, осенью забрали. Синокоз отложили, потому что, естественно, Саша болел, сил у него не было. И отложили качку меда. Саша просто доставлял в магазины. То есть мы пропустили первую, вторую качку. И качаем сейчас все вместе. Очень большой объем. Много по времени, тяжело. Ну, куда деваться. По поводу меда. Заказы мы принимаем. Но вот сейчас, которые мы будем принимать заказы, это скорее всего не раньше, чем через месяц после оплаты мы сможем отправить. То есть после приема заказа. Потому что сейчас уже то, что мы набрали заказы, сейчас мы только закончим качку. Нам нужно время на фасовку. Это очень тоже много времени. На упаковку, на оформление. Почта хорошо под боком. Мы здесь все это оформляем, отправляем. И потом еще нужно будет ездить в город, тоже в транспортный, отправлять заказанный мед. Ссылку на наш магазин оставлю, кто не знает. Все, что есть в каталоге, все можно заказывать. И рамки с сотами. Прям целые магазинные рамки мы отправляем. Очень хорошо доходит. И мед, и крем-мед, и иван-чай. И это все будет, все мы сможем отправить. Огород за мое отсутствие зарос полностью. Покажу в следующих видео. Это какой-то кошмар. Но не страшно, потому что уже все овощи в принципе вошли в силу. Они растут у нас хоть немного, но все есть. Ограда тут дома заросла тоже. Потому что у Саши не было сил на это. Да и, естественно, лучше заниматься, когда силы появились, более какой-то полезной работой. Соответственно, сенокос. Они еще 30 гектар осталось. Ну, занимались сенокосом с отцом. Сейчас у нас пеносбор. Успел он только покосить на дачу. Если зайти на дачу сейчас в ограду, кажется, что мы там живем, а не здесь. Ну, ладно, это все сделается потихоньку. В принципе, обошлись, можно сказать, малой кровью. Могло быть и хуже намного. Очень переживала я за детей, потому что, когда я лежала в больнице, думаю, если кто-то, кого-то придется класть в больницу, кто мне будет с детьми лежать. Переживала за Сашину маму, за бабушку и за ее здоровье, потому что все равно уже возраст и давление. И все с давлением тяжелее. Люди ковид переносят. И на кого бы мы детей оставляли. Низкий поклон родителям. Очень-очень сильно нас выручили. Я всегда говорю, что бабушки с дедушками не обязаны нам сидеть с внуками, что-то делать, помогать. Но если они это делают, низкий им поклон. Я не знаю, что бы мы без них делали. Покажу сейчас посылочку от Greenway. Забрала я ее еще до болезни. Такая коробочка. Сейчас насчет доставок все намного проще стало. Все, я как-то не хотела подписываться. Продукция мне нравится. Думаю, ну, буду заказывать через девочек. И все-таки проще подписаться. Так намного выгоднее получается. Ты заходишь в личный кабинет. Все набираешь в корзины то, что нужно. И плюс к тому, что я набираю, если еще кто-то под меня подписан. Ну, как, в принципе, знаете, как это все работает. Идут бонусы, на которые тоже можно взять какие-нибудь подарочки. Если на все это дело тратить немного больше времени, естественно, можно на этом и заработать. По продукции в этот раз заказала кое-что новое. И напомню, чем пользуюсь постоянно. Это средство для уборки. И заказывала для лица специальные салфетки. Идет такая брошюрка. Посади дерево. Здесь семена. Мне уже полюбившаяся паста Мистик. Я показывала уже, как с помощью нее отмывала лист из духовки. И мою раковину. Где-то какие-то загрязнения. Продукция полностью безопасна. Она экологична. Можно работать без перчаток. И для канализации, допустим, кто в своих домах тоже, можно не переживать. Это все безопасно. Продукция проходит сертификацию европейскую. Порошком Мистик я еще не пользовалась. Вставлю здесь короткие видео, что с ним можно сделать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Еще один шампунь для сухих волос, в таком он виде, как мыльца. И кондиционер, такой жирненький. Полюбившаяся мне салфетка для посуды, но я использую не только для посуды. То есть у меня отдельно есть на кухне такая салфетка для уборки дома. И отдельно, которая старая, допустим, я пользовалась сначала для посуды, и потом она у меня пошла для чистки унитаза. Потому что она здесь вот такая колючая сторона, здесь мягкая. Получается, она убирает весь налет, но не царапает поверхность. Унитаз я часто чищу вот такой салфеткой и пастой мистик, если где-то что-то не оттирается. Ванна, раковина сначала колючей стороной, потом вот этой. И у них есть салфетки для стекла, гладких поверхностей. Я получаю сначала этой, потом этой. Вытираю. И окончательно уже вот этой салфеточкой для стекол она идет оранжевая. Не знаю, может сейчас какие-то другие цвета есть. И все, раковина идеально чистая. Отличная салфетка и на подарки. Это вот я заказала для сестры. Она идет в такой милой упаковке. Вещь незаменимая просто. Я больше нигде не видела таких. Потом вот эта косметическая салфетка. У меня уже одна есть. Я заказала для Кати. У нее периодически на лице как-то проявляются уже немного возрастные изменения. Какие-то мелкие где-то, где прыщички. И вот этой салфеткой можно просто без каких-либо средств мочить и протирать лицо. Салфеточка эта нежно очищает лицо. У нее в составе ионы серебра. Получается она имеет антибактериальный эффект. Подруга шила из этой салфетки маску для мужа. Я вот хотела заказать, наверное, еще в следующий раз побольше. Сделать тоже маски. Вот из такой ткани будет намного эффективнее, чем аптечная маска. Еще убираю без всяких средств просто влажной салфеткой макияж. Тоже хорошо убирается. Моется либо простой водой, либо хозяйственным мылом. Еще заказала пластины для стирки. Так выглядят пластинки. Получается они растворяются в воде. Естественно, эти пластины отлично подойдут для стирки аллергиков. У кого аллергия у деток и у себя, и для новорожденных деток, и, опять же, для тех, у кого канализация своя. Если думаете о том, чтобы там лишней химии не было, это очень хорошо подойдет. Плюс я смотрела влог Оксаны Булат, когда они были в поездке. Ей сестра подарила такие пластины. И она мыла ими голову. Это очень удобно в дороге, так как они полностью безопасны по составу. Почему бы и нет. И последнее в этом заказе это крема. Крем увлажняющий дневной с экстрактом канапли и гиалуроновой кислоты. Вот такая упаковочка. Тоже попробую, посмотрю. Кожа у меня периодически привередливая. Сейчас после ковида, вообще в последний день выписки, я просто умывалась водой. Не брала ничего с собой. Не успела просто собрать ни умывашку для лица, ни вот эти салфетки, ни крем. И просто водой умывалась. И я, получается, умываюсь, смотрю на себя в зеркало. И у меня весь лоб в мелкой сыпи. Здесь тоже. Общалась вообще с людьми. И, я так поняла, это какие-то постковидные такое проявления. У кого-то на ногах, у кого-то на руках, на лице сыпи. Либо это сам как-то ковид выходит, я не знаю. Либо это реакция на лекарства. То есть, таким образом через кожу это всё выходит. Сейчас попробую. Может быть, лучше состояние станет. И второе. Это крем-гель для ног против отёков и усталости. Ну, я, в принципе, от фу-тфу не страдаю этим. Хотела вообще на подарок. Запахи у кремов нейтральные. Ещё по уходу для лица варежки эти заказывала уже несколько месяцев назад. Периодически пользуюсь. Каждый день ими пользоваться нельзя. Ну, по крайней мере, вот это и раз в неделю хотя бы. Это потому что варежка-скраб. Также просто вода и варежка. Всё, больше ничего не надо. Такая она. Петелька есть. Подвешиваю. Просто мою либо водой, либо с хозяйственным мылом. Прополаскиваю и всё. Это варежка для снятия макияжа. Также не надо никаких гелей, пенок. Просто ватюшка и вода. Также можно снимать аккуратно с глаз. Ну, полностью всё лицо. Ещё раз по GreenV. Это не какой-то там просто рекламный блог. Мне эта продукция действительно нравится. Пользуюсь каждый день и салфетками, и пастой, и мистикой. Ну, в общем, всё, чем, что заказывала, ни в чём не разочаровалась. Всё у меня в ходу. Если будут какие-то вопросы, я оставлю ссылку. Мы создали чат в Telegram. Я знаю, что не все пользуются. Но там намного удобнее. Там не засоряется память телефона. Получается, всё, что картинки, какие вы открываете, оно в память телефона туда не... Там не остаётся, и не надо потом чистить это всё. И все вопросы и по подписке, по доставке, вообще по любой тряпочке, любой продукции, которая вас заинтересует, там можете задавать и получите ответы. Ещё по доставке не сказала, что сейчас у них при заказе от 5000 доставка бесплатная. То есть, ну, можно, в принципе, там... Я, мама, сёстры заказали и сделали один большой заказ. Поэтому это тоже очень хорошо. Ещё у них там появилось много продуктов на травах, то есть вытяжки и чага. В общем, много всего для поднятия иммунитета, что сейчас очень важно. Ну всё, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!